Мантон, подождите, даже если вы подадите документы на визу, допустим, будете ждать ее 7 дней, а вы просрочите свое пребывание опять же в Болгарии, у вас будут уже проблемы с Болгарой. Уже не по шенгенской визе, а по пребыванию здесь. Вам они никак не смогут здесь. Я иностранец, я себе визу делаю, иду в посольство, и сначала предоставляю вот эту карму пребывания. А где у вас здесь национальный декабрь? А где у вас здесь? Она просто рядом. Я думаю, что за ее какую-то задействую, очень благодарен. Вам вероятно? Они никак, у вас нет документов пребывания в Болгарии? Ну, Господи смотрит, что. Знаете, вот и мне понравилось, я когда архитилага просчитал, меня арестовали после ряда, я поводился в 1987 году. Серьезно, да? Да. И, как лжедицин говорит, выходя из тюрьмы, я сказал, благословляю тебя тюрьма, ты многому не можешь его. Я так сказал, да, так я встал. А сколько вы сидели здесь? Так хватило, позабавляю. Мне только 2600 сентября пришло. Снимали все, чтобы только не допустить, что так. И когда смещилась вот эта стройка, все, мы сняли, как до потребления и прочее. Я в любой университет поступаю, меня сразу вышибают оттуда. Нигде входа не было. Ну, я работал в строительстве, прорабом. Мы не давали нигде работать. И на самом деле, в блюз, я в работу должен поступить, чтобы и дня не было трописка, иначе выстрелить. И последний раз было, я брал интервью у репрессированных еще. А теперь ГУЛАГ насчитал и всю страну наполнил. 12 томов Златоуса здесь мной насчитанных. 12 томов Жития Святых, Боим Богом. И больше людей в мире нет. Где вот на сайте? Да вот на этом сайте. Вы поняли еще, что это за сайт. Да я понял, да я. На самом деле, в мире сайт. И к этому Боготолю. И, знаете, причины, и для насилия. Все, каноны, святые. Все здесь насчитано, Боим Богом. Все там покатало. А что такое Кистина Ивана? Кистина один, народ, Кистина. А, Кистина. Кистина. А вот, а когда зайдете на сайт, вверху будет написано «Православные формы Гнатия Лактева». Это я. Ведете и сразу на форму. Это 1400 тем. Там все. Как спасать, все как. Именно в этих условиях. Я как миссионер и как противосектантский. А в Греции вас кто ждет? Сестра, которая от нас туда уехала. А вы там просто хотите посидеть Грецию? Ну да, от нее приглашение пришло. Оно у нас в Копе и есть. Да, жалко. Сейчас здесь через Германию, мы сегодня связались. И там они завтра хлопотать будут в своем посольстве. Чтобы делали исключение. Вот в этом посольстве? Ну конечно. Тогда езжайте, спросите, поговорите. С того посольства, чтобы в Греции, чтобы сюда позвонили. Как-то связать. Тем более приглашение с БАП пришло. Но мы не захватили. Но мы обратимся, назад уже не обратимся. Но если такое дело, вы езжаете, поговорите. А если они вам быстро сделают эту улицу? А там все в Божьей воле. Мы просто помолимся. Смотрите, не просручьте пребывание тут в Болгарии. Батюшка, сейчас встречи не случайно у нас. Мы бы здесь не были, если бы у нас все было нормально. Уже мы кое-что увидим в этом. Вчера незнакомый человек. Ну а смотрели здесь, там красный свет? Да, ты спрашиваешь. Вы не знаете, как из БАП был? Он сейчас постепенно сидел, потом по твоей рукой езжайте за мной. И он поехал, на кольцевую, на кольцевую. И мы там к Макдональду нас подвез. И мы там в углу приспособились. Но утром нас оттуда уже выгоняют. Но успели мы воды набрать. А вы зачем туда будете? Ну встать нам нужно где-то переночевать. Ну на двор сходите. Сюда мы опоздали уже где-то. Здесь была демонстрация. Где-то встали, а они сходили сюда. Здесь уже все закрыто. Нужно выходить, где-то надо переночевать. Поэтому мы попитались везутся из города. И вот встретили этого человека. Который там любезно согласился. Он послепился. Да, вывел нас. И стал звонить там, что-то разговаривать. Может быть какой-то монастырь там есть. Пускай-то знакомого. Монастырь тут есть, но там сложно. Не примут на ночевку. А у нас, к сожалению, нет. Почему? Какого-то, наверное, можно. Видите, а все убеждали, что в монастыре примут, примут. Хорошо. Мы уже не будем терять. Нам сегодня одну ночь только ночевать. Посольство зайти, завтра в библиотеку, и мы домой беремся. С учетом того, если сдвинется. Если не сдвинется ничего, мы сразу же разворачиваемся и уходим. Да, да. Посольство тут близкое. Мы сейчас даже сегодня проверим, чтобы посольство точно знать, где. Да, да. Вот вниз спускаетесь. Там четыре орла будут стоять. И канал. Мост, и канал. И на углу. На углу. На углу. Вот такие улицы и блоки группе есть. На углу греческое посольство. Мы, наверное, еще в жизни с такими людьми не встречались. Почему не встречались? Такую глупость сотворить. Так все двум открыли. Мы первый раз в Европе. Мы уже не знали. Не знали. Это я виноват. Я из интернета все это набрал. Мы маршрут выберли. Да. Нам уже все до одного государства было посидеть. Вот. Нет. А потом у нас, если едем на Грузию, зато у нас тут несколько таких, я показал. Да, да. И потом мы подмечились в Украину, на Грузию и дальше. Ну, у нас сначала не бегали. В Ростове-на-Зону. Шахский город. Там, как бы, организовали базу. Где, там, вице-литература. Да они вот так люди прислали. А, понятно. В транспорт пришел. И нас это не войдет. Тут мы берем с собой, допустим, 700-800 килограмм. Вот сейчас мы эти основные государства, вот они проехали. Видите. Что это у нас? Белград. Это все библиотеки, которые... Что это? Прошли. Здесь уже. Вена, Словакия, Братислава. Ничего себе. Это вы везде в библиотеках оставляли книги? Оставляли. Дарим везде книги. Ну, что это? Чехия. Тут библиотека именно Ленина, Москва. Историческая. Киев, Украина. Вот смотрите. А что у вас за литература? Да я же вам показываю. Вот оно. Не показывали? Я показываю. Вот. Перечисляю. Вот это не показываю. Вот это. Да, ну вот это показываю. Что это? Библиотека получила в данный. Да. Сколько? С восемь лет. Не знаю. Клики все много. Новый Завет Столкования Блаженных и Петербургов. С комментариями. Прибедите, я помню. Письмо про православие. Симфонию на неконеческой книге составил. Симфонию на житя святых. Ну, а ставьте нам по одной книжке для нашей библиотеки. По две? Ну, по две. Как по две? Это все вместе 38. Ну, как именно? Это комплект. Нет, это прекрасно. Оставьте для нашей библиотеки. Открытым оком это 30 томок. Ну, я понял. Оставьте для нашей библиотеки. Это под горе, библиотеки под горе. Мы бы оставили, но мы еще вас не знаем. Понятно. Вот в каком смысле запрепоним. Что книги, батюшка, они написаны без приглядов глаз. Они написаны в пророчественном духе. Нравится, не нравится. А Братиславию вы знаете там? Да нет, это мирские. Они не придираются. Там была разная литература. А церковники начинают, а он о нас нехорошо отзывался. Они не говорят, что неправда. Это Ахав так говорил. Я никогда никому не приноравливался. Библия так говорит. Так говорит Англокос. Я представляю все это. Каждая книга около 3000 ссылок на Священное Писание. Эти книги... А как они выглядят? Покажи мне хотя бы. Пронесите книжку. Так, принеси. Трехтомник. Да можно все показать. Какую-то книжку. Пойдем. Все покажем. Сейчас принесут. Мы, церковникам, больше всего боимся. Говори, Марина. Там мы станем модель ждет. Сейчас я подойду. Если вам открыто. Потому что всякие книги, неоправданные, не подтвержденные ничем. Они сказали, что это Бог говорит. Я говорю, я это сказал. И Анна Тауза. Они этого не слышат и не видят. И Анна Тауза говорит, если бы кто-то пришел посторонний, и ознакомился со Священным Писанием, посмотрел на нашу жизнь, то больших врагов в Евангелии нашел вам или нет. Это не мои слова. Я указываю, в том, восьмой стране, в том, что кто-то пытается. Я вам потом говорю, большая часть священников погибает. Это не мои слова. Когда вы зайдете, там 970 роликов, фильмов о нас. Там фильмы у нас сняты, заняли первое место в России. И один фильм – первое место на Межраду Кинокомпасе. Документальный фильм о православии. Это просто аналога нет этого. И поэтому наш полет требуется, но мы не знаем, что за этим. Мы будем увидеть. То есть, или какая-то опасность там, или Бог живет на другом месте. Ну, не так вот я сказал, что беда. Нужно параться. Я ему сказал, что все надо было принести. Да нет, ну посмотрим. Это трехтон. Всего лишь трехтон. Впервые за 2000 лет вышло толкование с отравлением. Полным комплектом. Посмотрим. Мы его видим. Подождите за своими планами. Полным комплектом. Примерно. Писажки посетались. Полным комплектом. Примерно. Как мы выбросились. Наверное что я сейчас задал? Обralsк нам. Да. Это очень важно, что у Александра работников есть? Все места блаженных филантов необходимость изучать Слово Божие и проповедь. Они выделены и добавлены в бюджетную ценность. Расширены. Да ничего здесь не добавляют. Вот смотрите. Это какой это? Первый. Первый. Ну, сначала даже можно посмотреть. Мы раскрасим листа лотары. Посмотрите. Вот так. Открывайте Лапкин. Что тут перед этим было? Ага, вот оно, которое идет. И вот эти места выделятся. Не отверзая тузь. Теперь Лапкин Лапкин Лена другим шлифтом. Вот это вот моя вставка комментариев. Как к этому относиться? Как всю силу бросить на проповедь Евангелия? Таких 297 комментариев. То есть, Лапкин, это Ваши, а это выпущенные комментарии у Хиафи Лапкина? Не слова. Не слова. Не слова. Больше. Почему так выделено больше? Выделено. Потому что это кто? Больше. Показывает значимость этих слов. Что это значит? Что это значит? Нам нужно внимать Писание. Теперь я это полностью раскираю. И бью и бью по дому слову. Чтобы сейчас тот юноша какой-то стоял. Он говорит, а я не знаю Писание. Я ему привожу место. А вы хочешь, что мы не делаем? Все. Дальше опять Божевых Божевых Божевых. Этого никогда не делали. Мы все не знаем. Посмотрите. Немножко прощите. Хорошие. Я ничего не говорил. Хорошие комментарии. Чтобы не только соответствует учению православной церкви. А какому? Только православной? Единственное. Ну это конечно колоссальный труд. Там еще открытым локом. Ответы. Расскажи не про открытым локом. Вот смотри передача спросили. Вот это вот, куда мы должны были ехать. В Германию, Грецию. А это Грузия, это вторая у нас дальше группа. А кто вам, кто спонсорирует издание? Кто? Кто оплачивает? Оплачивает? Кто помогает? Кто помогает. А там в книгах благодарный сдается. Разные президенты, там Сбербанк. Кому книги попадают в руки, те понимают. Они нужны для возрождения России. Они имеют возрождающее действие. Если считают заключенные, он становится другим. Для начальника целования в 40 лет. И с помощью государства мы сейчас сделаем это. Мы сейчас строим дверь. У нас 17 тысяч служебных. Мы показали. Можем начинать. Просто надо. Работать на институте. Это все книга, мы пока выбираем. На все вопросы, когда я отвечаю, 4 тысячи создать, 4 вопроса. Это политика, экономика, социология. Ты садет этим занимаешься. И эти книги вышли. Ты не принес его. Ты принес его. Нет, нет, я понял, я понял. Это нет. Оставить? Я не знаю. Нет, не надо. Не надо. Открытым мохом 30 тонн. Это вопрос и ответ имеют только здесь. Хорошо. Да. Крама. Крама, где попали. И они все, видите, как издали. Подальше. Это все ради гостей. Вот, скажем, город на Коттоке. И море. Куда-то проехали. Новосибирске, ребят, я подошел. Нет. И казель. А у вас новая казель? Нет, такая новая. Новая, бог ей. Но она не подводит, да? Но слава богу еще. Ну, слава богу еще. Больше не 50 тысяч долларов. Это все ради Господа. И вот в какая-то причина нам тут, в КПК мы что-то попали. Это мы все видим. Но что это просто так, как и это? Это книга православная, это 21 православная книга, написанная им за 4 года. Несколько экземпляров автор уже переслал Германию, Грецию, Америку, Канаду, Австралию и Украину. Новая книга это 13 тома версии вопроса, ответов и проповедей о православии, говорит Игнатий Лапкин. Уже 43 года я веду занятия по изучению Библии, читая лекции в университетах, школах, воинских частях, милиции. Во время таких беседлений задают мне вопросы о Боге, о вере, о жизненных ситуациях, о грехах, да вообще обо всем, что их волнует. Так у меня набралось 2900 вопросов. В своей серии я на них отвечаю согласно Библии и трудов святых отцов. Познакомиться с книгой можно и в интернете. Кстати, здесь уже можно и задать новые вопросы Игнатия Лапкина. А вот автор сетует, что практически на все уже ответил. Ну, батюшка, какие к вам пришли посетители? Спасибо, Господи. У нас, вы ждете, а это вам. Да. Я же расписался, что вы хозяин. А, хорошо. Спасибо, Господи. Так что мы в библиотеке... Ну, сейчас мы пойдем дальше, в какую Господь даст нам. Или многие, батюшки, я спрошу, у вас это было, ни у кого не было. Я каждую ночь, каждый день, примерно пять раз на молитву по полтора часа. А с восьми до десяти проповедую полное молчание. Ну, сейчас встал на молитву, говорят, вчера семь человек на колени становились. Можно мы тоже встанем? Это Бог послал меня туда. Это Божье дело. Вот я приехал сюда, мой путь должен был пройти далеко. Но Господь остановил, мы нечаянно вышли из зоны. И все. Но что Бог хочет сказать, пока сокрыто? Хорошо. Для библиотеки это будет ценный дар, конечно. Это вам в дар, если что-то встретите, что-то не нравится, поэтому не надо ровнять. Смотреть, по Слову Божию или нет. Если в 12.48 Евангелие от Иоанна, Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить в последний день. А раз оно будет судить, по нему надо жить. А не потому, что скажет кто-то. Кто-то он сам на Суде Божьем будет стоять. Серафим Саровский три дня и три ночи молился только об русских архиереях-священниках. И вдруг Бог заговорил. Я не знаю как, но написана прямая речь. Не пощажу и не помилую, говорит Господь. Потому что вымысленными человеческими заменили истину Божью. Кавычки закрыты. Настольная книга священнослужителя. Третий том, 601 страница. Словина Златоузга погибает. О священниках молитва должна быть со слезами день и ночь. Они подвергаются великим искушениям, властности. Я сказал, ты меня... Бог сказал. Батюшка, ты в есть... Люди не к тебе пришли. Я пришел к Богу. Возвести волю Божию. Тебе придется отвечать за этих... Вот, они спасутся, они спасутся. За все придется отвечать. И книги эти... Я никому не угождал никогда со всей жизнью. Так говорит Господь. И на этом отношении книги в пороческом духе написаны. Они просто не имеют аналога мировой литературы. Хорошо. Вы говорите, что половина священников погибнет. А Господь говорит? Больше половины? Нет. Надо по Евангелию говорить. Златоу, а по Евангелию? Нет, по Евангелию. Вот тут надо быть очень осторожным. По Евангелию. Вот вы говорите, больше половины священников погибнет. А мне я Златоу сказал. Нет. Вы же говорите... Вы ссылайтесь сначала на Евангелие. Ссылай. Я на это сошлюсь так. Иван Златоуст это может говорить. Может говорить. Но вы их не повторяйте. Он был святителем. А Серафим Царусский сказал, может? Вы не повторяйте. Ну ладно. Это вам советует. Я сошлюсь прямо в Слово Божие. Хорошее слово. Ссылайтесь прежде всего на Евангелие, на текст. На Евангелие. То, что сказал святой Иван Златоуст, это он сказал. Он будет отвечать это перед Богом на суде. А вы это говорите от своего имени. Но Церковь это приняла, как зависимо... То он сказал, что Церковь это приняла. На каком соборе Церковь это приняла? На каком? На каком соборе это приняло? 12 томов Ивана Златоуста. Нет. Перекреча зато по благословению Патриарха. Хорошо. Но есть соборность. Это его личное мнение. Что вы думаете? Ну, в Священном Писании так говорит. Смотрите, святые могут ошибаться. Евангелие не ошибается. Евангелие – это наша жизнь. Это смысл нашей жизни. Слово, которое я говорю, оно может быть последний день. Понимаете, это осуждение. Не берите на себя такую ответственность. Нет, это из-за того, что я за чем буду осуждать. Хорошо, я поэтому и говорю вам. То, что я вам до того сказал, он мог это сказать. Он был святителем. Он был первосвятителем константинопольским. Понимаете, он был первоиерархом всей церкви христианской. Ему позволено было такое говорить. Но вы же не святитель. А он говорит, если я, говорит, сказал, а вы не понесете дальше, я ничего не успею. То, что услышал, я несите народу. Это его слова. Это восьмой том. А поэтому я их и несу. Вы об этом не говорите. Вы лучше другое. А я другое и говорю, что надо все силы приложить на то, чтобы спасать себя из них. Вот, вот, вот это главное. Если не будем работать, еще остальное. Почему, говорит, всем умом, всем сердцем, всей душой. И немногие эти делаются учителями. Почему? Потому что надо говорить, знать, это жить этим. А если этого нет, оно слово не имеет силы. Никакое слово должно быть приправлено солью. Колоссян нам апостол Павел говорит. До свидания. Спасибо, Господи. Хорошо.